Приветствую вас, Оксана. Я бы в первую очередь, конечно, поработал бы с чувствами вины, со стыдом. Это все чувства, которые мешают вам вести себя естественно со своими родителями. Я бы, наверное, поработал с обидами, которые имеют место быть у вас тоже на Окса, на матч, возможно. Я бы поработал бы с вашей жертвенностью, что является следствием личной безответственности. Потому что, когда вы говорите, что он же родной отец, это все. Вы, по сути, даете ему карт-бланш на проведение любых действий в отношении себя. И, по сути, вы запрещаете сами себе говорить «нет» ему. Вот. Оставляет для себя только один единственный вариант – это избегать, убегать и так далее. Хотя, куда можно убежать, да, если это родной ответ, не очень понятно. Что такое стыд? Стыд, в первую очередь, это невыраженный гнев. У нас когда был гнев, вы его в себе подавили, он превратился в стыд. То же самое – чувство вины, схожее. Вот. Невыраженная агрессия. И обиды, как бы, тоже в вас подавлены. Все это мешает вам, как бы, ясно понимать, что вы сами чувствуете. Еще у меня возникло ощущение, что вы боитесь, что родители от вас отвернутся, то есть боитесь одиночества. Наверное. Что, в свою очередь, означает, что себя вы полностью не принимаете. Точнее, точнее, у вас в себе есть что-то, что вы отторгаете. Ну. Вы склонны жалеть, вот вы склонны жалеть свою маму, своего папу, вот, что тоже довольно негативный момент, которым, кстати, можно манипулировать вами, да, ну, с помощью которого можно вами манипулировать. Вот. Это такое жалость, это спаривание о справедливости той жизни и того выбора, который живет и делает человек соответственный. И, как ни парадоксально, и, может быть, бесчеловечно это не звучало бы, но все люди, вне зависимости от того, родные или любимые, делают этот самый выбор. И мы, если это люди адекватные, должны выбор принять, каким бы он ни был, и не оспаривайте его. Ну, а вы, собственно, вот, то, что делаете, вы как раз таки оспариваете выбор, значит, родителей и, в частности, своей матери, которая выбирает быть с папой. Сейчас она, сейчас она, сейчас она, вроде как не хочет, да, вроде как ей тяжело, но, в то же время, страна продолжает сниматься. Поработать нужно и с личными границами, которых у вас явно наручены, научиться говорить нет, а со страхами, которые у вас есть. Вот это такой тоже важный нюанс. Вот, и поймите правильно, что вы не сможете вести себя как-то, просто произвольно. Вы сидите своего эгоизма, вы думаете, что эгоизм плохо, и при этом вы хотите быть счастливы и чего-то добиться. Это и есть конфликт, эм, как бы, точку с энергией, в котором вам предстоит найти самостоятельно, но с помощью психолога. В целом, это очень похоже на треугольник Карпмана, потому что, вот вы говорите, что мне тридцать четыре года, мне сильно жить с родителями, возможно, но как, когда отец может не дать вам однушку? Это чувство вины. И вот с чувством вины, в первую очередь, им нужно работать. Но, повторюсь, повторюсь, при условии, если вы сами этого хотите. Вот. Это, скорее всего, я принимаю во внимание ваш возраст, но будет некоторое сопротивление. Вот. Я не знаю, насколько сильно, но будет. Вот. Давайте, исследуем ваши вопросы. Итак. Не знаю, как описать, о чем вы занимаетесь. Сил нет писать. Что отнимает силы? Живу в комнате в коммуналке, мои родители съехали в свой дом у них. Как вы оказались в коммуналке? Живёте у что бы что? Какая у вас цель-то в жизни? Вы ради чего живёте? Мой отец не даёт взять однушку в кредит за один миллион рублей. А как отец может не дать? Мой отец. Так как им, моим родителям, тоже надо меня уже для научить, только совместно с моим делом. А разве они не ответственны сами за свою жизнь? Мой отец считает, что я эгоистка. Ну, пусть считает, как считает вам то что. Что я, как королева, хочу, чтобы однушку наплевать мне на родителей. А вы должны за них отвечать? Я ему же из жильём не помогу потом. Откуда он знает? Объясняю, что мне 33 года ещё стыдно без родителей. А вы хотите их одобрения? Оксана. Он хочет купить дом недоделанное, чтобы мы с мамой взяли кредит в этом доме, и еще надо миллион, чтобы все сделать. Как это потянет? Это вопрос к вам. Лично к вам. Хотите ли вы уча... Ну, как бы участвовать в этом? Сам папа не работает, у мамы у меня зарплата небольшая. Вопрос. А куда вы идёте по жизни? Как бы... Значит, ваши реализации, значит, ваши личные жизни? Вопрос. С учетом-то я не могу сидеть в этом году в коммуналке. Почему? Приезжаю к родителям. Зачем? Мама уходит на работу, а отец. Все время начинает говорить, как всё плохо, и Путин вина. Ну, понятно, что у меня есть люди, которые всегда еще виноваты. Да. Вы молодёшь такая, такие суки, и ты стариков не уважаешь, меня не слушают. А должны? И ничего вы потом не делаете. А должны, хотя я боюсь взять рукстрап и не так пыль вытираешь. И ваш страх, как связанный между собой. Я чувствую себя, извините, ни к чём мне вину предаться. Но вот с этим не справлюсь. Это то, что, я думаю, внушил вам МАБАП, чтобы вас с вами управлять, манипулировать. Меня трясёт. Отчего? Он говорит, беспроливно прорвать неудобно. Почему? Почему неудобно? Дверь. Закрыл он ручку в гаражах. Что вы имеете в виду? Мне плохо. Маме плохо тоже от него. Вы не считаете, что это её проблема? Вот это мой родной отец. И что? Ему можно позволять всё что угодно. В детстве у него было тяжело. И что? И что? Как это? Как это? Связано? Может мы договоримся с какой ценой? А вот правда. Какой ценой вы готовы договориться? Он говорит, что мы как-либо дорогая щука. Но ведь не ему работать в тужом краю. В смысле? Не кредит брать. У него здоровье не очень. И что? Видите? Опять, если вы его жалеете, то есть его варианты сделать по его, но ведь он ведь при маленьких деньгах сам сомневается. Я думаю, Оксана, что в первую очередь сомневаетесь вы. Вопрос. Как усыть тебя, пока я не отделяюсь от родителей? Что бы что? Как быть? Ну, часто негативно и категорить, что жить не хочется. Но личные границы. Он и вы. Мне плюс повторюсь, честное вины и жалость вам мешают вам очень сильно. Сразу скажу, что если я обратно пойду возьму себе одну ручку, мне страшно, то что мне будет после этого. А чего конкретно вы боитесь? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok